Написали обращение к губернатору Пензенской области, прокурору Пензенской области. Уважаемый Олег Владимирович, уважаемый Алексей Борисович, мы, жители улиц, механизаторов, центральная, овраженная, перспективная, заливная, молодежная и других села Засичные, обращаемся к вам с просьбой защитить наши права и интересы от произвола Савкина и его противоправных действий. Уже на протяжении 14 лет мы являемся заложниками этого непорядочного гражданина. В 2008 году Савкин приобрел социально значимые объекты, сооружения и оборудования для нашего села. Помещение котельной, артезианские скважины номер 3, 4, 5 и 6, пневмонасосную станцию, а также оборудование котельной, водопроводов, сети канализации, насосы, котлы, водомеры, буровые скважины. С 2009 по 2021 год выше указанное имущество по договору аренды эксплуатировалось, а также ремонтировалось и поддерживалось в исправном состоянии только за счет администрации нашего сельского совета. В 2015 году Савкин договор аренды расторгал и начались в нашем учении. Он по собственному желанию включает и отключает воду, регулирует ее на поле. Несмотря на то, что Савкин взыскал много миллионов с администрации сельского совета на ремонт всех сооружений и оборудования, никаких работ им не проводилось. Аварии для нас стали нормой. Савкин же не предпринимает никаких мер по их ликвидации. А если предпринимает, то мы ждем по 5 и неделю можем сидеть без воды. В июле этого года, когда температура была 35 градусов, мы на 5 суток остались без воды из-за поломки насоса на станцию. С самого начала аварии проход к ней представителям администрации сельского совета, ресурсовоснабжающей организации для решения проблемы, был невозможен. Савкин просто выставил охрану на входе и запретил всех послать. Мы устали быть заложниками Савкина, его шантаже, властей сельского совета, района для удовлетворения своих корыстных целей. Мы требуем провести проверку деятельности Савкина и обязать его принять меры по добросовестному выполнению услуг, за которые мы платим деньги.